Всем привет, меня зовут Мача и добро пожаловать на мой канал Польский с Мачким, польский язык с Мачием, на котором я помогаю вам изучать мой родной язык. Сегодня поговорим о том, почему же Италия это по-польски воха и причем тут лобковые волосы. Поехали! Друзья, итальянец это по-польски вох, а итальянка это вошка. Во множественном числе у нас получается воши итальянцы и вошки итальянки, а название страны это воха, причем оно тоже во множественном числе, это очень интересно. Ну и в русском такое бывает, например Нидерланды, да это тоже множественное число. Я где? Я в Нидерландах. И вот в польском языке такой случай и с Италией. И у нас получается воши это итальянцы, а вохи это Италия. И тут надо быть очень осторожным, потому что склонение этих двух слов иногда совпадает, иногда не совпадает. Внимание на экран. То сом пенькне вохи это красивая Италия. То сом пенькне воши это красивые итальянцы. Не люби вох я не люблю Италии. Не люби вохов я не люблю итальянцев. И давайте мы тут возьмем еще один пример с родительным падежом, так как он очень важен. Посмотрите внимательно. Я де до вох, то есть я еду куда? К итальянцам. До Влох в Италию. До Влох в Италию. До Влохов к итальянцам. Треба помоць Влохам. Надо помоць Италии. И треба помоць Влохам. Надо помоць итальянцам. Тут одинаково. Кохам пенькне влохи. Я люблю красивую Италию. И кохам пенькных Влохов. Я люблю красивых итальянцев. Тенскне за влохами. Я скучаю по Италии. И тенскне за влохами. Я скучаю по итальянцам. Тут совпадает. Но я расскажу тебе об Италии. Это будет по-польски о повимче о влошах. А я расскажу тебе об итальянцах. Это уже о повимче о влохах. О влошах. О стране. О влохах. О людях. Тут не совпадает. Интересно знать, что это слово имеет еще побольше значений. Как минимум два. Кроме вот этого Италия и итальянцы. То есть, во-первых, Влохы это не только страна Италия. Это еще и район в городе Варшава. В польской столице. Он тоже называется Влохы. И что очень интересно, склоняется чуть по-другому. То есть, если я хочу сказать, что я живу в Италии. В смысле, в стране Италия. Я скажу, вот как мы только что выучили. Мешком в влошах. А если я хочу сказать, что я живу в районе Влохы в городе Варшава. Это звучит вот так. Мешком в влохах. В влошах в Италии. В влохах в районе Влохы в Варшаве. Кстати, в польской столице есть также район, который называется Прага. То есть, точно так же, как и чешская столица. И тут склонение полностью совпадает. Так что, лишь по контексту понятно, что мы имеем в виду. Например, мешканцы Праги. Это могут быть жители Праги, то есть чешской столицы. Но точно так же и жители района Прага в городе Варшава. И второе дополнительное значение. Это волосы. Да, друзья. Влоха по-польски это не только Италия. Это еще и волосы. Причем это такая особая форма. У нас же есть слово волосы. И это просто волосы. Нейтрально. А влохы это как будто волосище. Да, вот такая особая форма. Но очень важно знать и понимать, что она в польском языке используется исключительно в негативном контексте. То есть, это будут не любые волосы, а какие-то некрасивые, грязные, вонючие. Поэтому, в первую очередь, так говорят о лобковых волосах. Или волосах тут в зоне подмышек, например. Или если мужчина волосатый, у него волосы на груди, и кому-то не нравится, он тоже может сказать, что у него есть влоха на перще. То есть, у него вот эти некрасивые волосы на груди. То есть, она не побрилась, и у нее вот эти некрасивые волосы торчат из-под мышек, да? Или из-под мышек. Я даже не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как будет правильно. Вот так. Кстати, вухаты, это будет по-польски волосатый. Волосатый. Мы так можем сказать о мужчине или о животном. А вухаты мысли, то есть, дословно, волосатые мысли, это устойчивое выражение, это какие-то неприличные мысли, которые относятся к сексу. Например. Маш вухаты мысли. Пшизнайся. Вид за подфажи. У тебя волосатые, то есть, неприличные мысли. Признайся, я же вижу по лицу. Итак, друзья, почему же мы так жестоко издеваемся над этими итальянцами, над Италией? Почему такое странное название? Это очень интересная история. Слово «вуха» происходит от слова «волковия». То есть, «волки» по-русски, это были киньские племена, которые когда-то жили на юге Европы. И их название сначала перешло в германские языки. И там звучало более-менее как «валах», насколько я знаю. То есть, кто-то чужой, не наш. Вот более-менее такое значение было. И оттуда это слово взяли уже мы, поляки. Мы его немножко поменяли, конечно, чуть-чуть подстроили. Просто под нашу фонетику, чтобы нам было легче произносить. И в конечном итоге у нас получилось «вуха». «Пенькне вуха». «Красивая италья» или же «красивые лобковые волосы». Как хотите, это чисто по контексту. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч!